Первым вопросом на повестке дня стала социальная поддержка и реабилитация инвалидов на территории Анапы. На курорте успешно действует Совет по делам инвалидов. В учреждениях образования, культуры, спорта продолжается реализация программы «Доступная среда». По поручению главы города Юрия Полякова, общественным организациям улучшают условия для работы. Обществу слепых в этом году выделено другое отдельное помещение. Мы помогаем с ремонтом на Лермонтово-82. Они совершили переезд. И также мы с Набнибидой, Галиной Вениаминовной, очень активно поддерживаем связь и помогаем им максимально. В том числе и мальчик, глухонемой у нас обучается сейчас в Аксуне. Это достаточно сложно. Это для них тоже, для образовательной организации определенных визов. И сложность, но они на это идут. Председатель комитета совета по вопросам санаторно-курортного комплекса, туризма, здравоохранения и образования Вера Севрюкова подчеркнула. Трудоустройство инвалидов и еще один вопрос, требующий внимания и контроля со стороны муниципалитета. Работодатели должны выполнять свои социальные обязательства. Злободневный вопрос – транспортное обслуживание маломобильной категории граждан. Тем предпринимателям, которые выполняют требования администрации, отдается приоритет при заключении договоров на пассажирские перевозки. По городу ходят у нас на регулярных маршрутах 12 автобусов, которые осуществляют у нас на 111, на 114, на 114. Для колясочников? Именно для колясочников, которые для инвалидов по зрению и по слуху. У нас оборудованы на сегодняшний день где-то порядка 140 автобусов автоинформаторами. То есть бегущей строкой человек слабослышащий может увидеть информацию об остановках и слабослышащий, ну слабослышащий увидеть и слабовидящий услышать информацию об остановках. В том числе мы делали и перед ФИФА на английском языке. В Анапе в настоящий момент проживает 12 637 людей с ограниченными возможностями здоровья. За первые только полугодия этого года инвалидам различных мер социальной поддержки перечислено 58 миллионов рублей. За прошлый год 103 миллиона 200 тысяч рублей. Это компенсация инвалидам на оплату жилищно-коммунального хозяйства. Самое главное, что эти меры соцподдержки выплачиваются своевременно и в полном объеме. В завершении обсуждения Вера Севрякова отметила, создание комфортных условий для проживания инвалидов, их социальной адаптации очень важный вопрос. Пусть небольшими шагами, но наш муниципалитет развивается в этом направлении.